Давайте начинать сегодняшнюю лекцию. В прошлый раз мы с вами остановились на понятии нормированного и метрического пространства, рассмотрели примеры нормированных пространств. Сегодня поговорим поподробнее об анализе в этих пространствах. В частности, поговорим, что такое открытое, замкнутое множество, что такое исходимость в метрических нормированных пространствах, обсудим понятие полноты метрических пространств. Ну и я хочу сегодня рассказывать про принцип сжимающих отображений. Так, давайте вот с чего начнем. Открытое, замкнутое множество. Множество. Ну, мы рассмотрим некоторое метрическое пространство. Ну, кому тяжело в метрическом, можете считать, что мы в нормированном живем. Ну, как пример, например, мы можем считать, что расстояние от аффекса до игрока задается как норма. Х минус х. Да, вот, может быть, такая новая кому-то проще. И можно тогда ее использовать для лучшего понимания. Я все-таки в нашем курсе, в первую очередь, обращаю внимание на нормированные пространства, но кое-что и про метрические тоже стоит здесь упоминать. Так, ну, давайте определение. Открытым шаром. Шар называется множество O, R от X, состоящее из таких точек Y, принадлежащее к метрическому пространству, что расстояние от X до Y меньше, чем R. Вот понятие открытого шара. R называется радиусом шара, X – центром шара. Ну, обычное вот понятие шара. Замкнутый шар. П, R от X. Определим, как множество Y, таких, что расстояние от X до Y меньше либо равняется, чем R. Вот понятие открытого и запутого шара. Ну, вот как упражнение рекомендую взять пространство R, 2, P и построить в нем шар радиуса 1 в центре в нуле. Ну, давайте я рисую, что тут получается. Вот при P равном 2 получается вот такая картинка. Ну, вот обычный шар, радиус 1. Вот если P равно 1, то получается вот такой вот шар. А это, вообще говоря, квадрат. А если вот так поспорить, то это квадрат будет. А вот при P равном бесконечности будет вот такой вот шарик. Тоже квадрат. Вот. То есть бывают квадратные шары. Ну, и приморочные варианты, вот можете сами попробовать построить. Они вот как-то вот так вот выглядят. Так. Вот. Это понятие шара в нормированном элитетическом пространстве. Так. Ну, да, да, прекрасно, прекрасно, да. Так. Давайте следующее определение. Открытое множество. Открытое множество. А, ну, в Х, да, это такое множество А. Х, обладающим свойством, что для любого Х, принадлежащего А, существует шар радиуса R с центром в точке Х, такой, что PR целиком содержится в А. Ну, давайте отметим, что R больше нуля. Ну, то есть каждая точка входит в множество вместе с некоторой своей окрестностью. Окрестность – это вот как раз шарик, да. То есть каждая точка входит вместе с некоторым шариком. Это множество. Это понятие открытого множества. Следующее определение. Определение замкнутого множества. Значит, назовем множество замкнутого. Множество А замкнуто, если его дополнение открыто. Ну, вот я такое определение дам. Потом сейчас чуть позже про критерии замкнутого поговорим. Далее. Ну, некоторая классификация точек. Может быть, вы слышали про это? Что бывают точки внутренние, предельные, изолированные. Ну, давайте так. Значит, x, точка x называется внутренней точкой множества А. Внутренняя точка А. Если существует, а вот то, что здесь написано. Радиус больше нуля такой, что vr от x целиком входит в А. Это понятие внутренние точки. То есть что мы видим? Открытое множество – это такое множество, все точки, которые являются внутренними. Дальше. Ну, есть понятие изолированной точки. Точка множества А. Если, во-первых, x принадлежит А, и существует радиус больше нуля такой, что… Так, сейчас, зачем я здесь написал… Ну, ладно, может, конечно, не замкнуть и брать. …Изыпритягивает из… …Изыпритягивает из… …Пересечения из А. …Пусто. Ну, то есть, что это такое? Это вот, значит, вот, смотрите, представьте множество. Вот здесь множество, да, вот здесь какая-то точка. Эта точка называется изолированной. Видите, есть окрестность такая, что есть некоторый шарик, да, который без этой точки не пересекается множеством, а вообще. Вот пример. Изолированной точкой. Помните, вот в прошлый раз вы мне там... Значит, да, спрашивали меня там про эти... Про всякий там странный способ задания метрик. Ну, вот, например, пространство изолированных точек, это такое пространство, что все точки изолированы. Такое вот тоже бывает. Так, это по этой изолированной точке. Дальше. Предельная точка. Х называем предельной точкой А. Точка множества А. А если для всякого R большего нуля Множество следующего вида. Б, R от X без X в пересечении с А бесконечно. Бесконечно. То есть, для любого... То есть, любой шарик... А хотя зачем без X? А, я вам усложнил жизнь, да. Секс лишняя. Если вот R от X, пересеченная с А, бесконечно, да. То есть, любая окрестность этой точки содержит бесконечное число точек. Множестве А. Заметьте, здесь не требуется, чтобы X принадлежала А. То есть, X может как принадлежать А, так и не принадлежать. Следующее определение. Замыкание множества. Обозначим его А с чертой. И назовем следующее множество А. Объединимся со всеми предельными точками А. Ну, я так схематично обозначу. Значит, операция добавления ко множеству предельных точек называется замыканием. Называется замыканием. Ну, вот сейчас можно критерий сформулировать. Какое утверждение. Множество А замкнуто тогда и только тогда, когда оно совпадает со своим замыканием. Ну, и нависклайм содержит все свои предельные точки. Давайте мы докажем, что здесь такое элементарное рассуждение. Пусть множество А замкнуто. Что это значит? Что X без А открыто. То есть, если X принадлежит X без А, то существует шарик Br от X такой, что Br от X лежит целиком во множестве X без А. А значит, Br от X в пересечении с А является пустым множеством. Действительно, X не является предельной точкой. Непредельная точка для А. Ну, а значит, любая точка множества X без А, внутренняя, значит, X не является предельной точкой для А, а следовательно, А содержит все свои предельные точки. Потому что те точки, которые А не принадлежат, они не являются предельными. Значит, все предельные, они внутри множества А. Если X не предельная точка для А, значит, любая предельная точка А принадлежит А. Ну и, следовательно, замыкание А совпадает с А. Теперь в другую сторону. Значит, пусть известно, что множество А совпадает со своим замыканием. Значит, надо доказать, что множество А замкнуто. Ну, то есть, надо проверить, что дополнение множества открыто. Это вот мы не знаем, надо проверить. Так. Ну, возьмем точку X, принадлежащую дополнению А. А это тоже, что X без замыкания А. Но, значит, X не принадлежит замыканию А. Следовательно, X не является предельной точкой А. Значит, если X дополнение А, то X не является предельной точкой А в силу того, что А совпадает со своим замыканием. А раз X непредельная точка А, то существует радиус больше нуля такой, что... Множество Б, Р от X пересеченное с А конечна. Конечна. А раз его конечна, это что значит? Там есть точки X1, Xn, конечное число точек. Давайте возьмем шарик радиуса Эпсилон от X, где Эпсилон меньше, чем минимальное расстояние от точки X до Xкатого. К от 1 до n. Ну и получается, что... Ну и получается, что... Ну и получается, что Б Эпсилон от X... Тогда... Так, Б Эпсилон от X... Что нам показать, что... Да, целиком содержится в дополнении X без А. Ну вот, Б Эр от X пересечения с А конечна, вот эти... Есть несколько задач, там есть конечный число точек, мы взяли все выкинули, да, получилось, что... Б Эпсилон без X целиком не содержится в множестве А, то есть содержится в дополнении. Ну вот, как-то так, да. Вот он, критерий... Критерий замкнутости. Так... Далее. Я то, что в прошлый раз записал основные определения, мы вот сейчас их давайте еще повторим. Повторим. Так... Значит, будем говорить, что множество А... Определение А... Всюду плотно в X... Если... Замыкание А совпадает с X... То есть при добавлении предельных точек множества А, мы получаем множество X. Ну вот, давайте как пример. Что является замыканием множества рациональных чисел? Кто скажет? Так... Что есть замыкание множества рациональных чисел? Перепугались, перепугались... Так... Ну... Замыкание кэш в хапон до множествия. Имеется в виду замыкание во множестве действительных чисел. Ну и не рационально вообще все числа, все действительные, да? Ну почему? Потому что в любом шарике с координатой, задаваемым действительным числом, да? Вот берем числовую ось, вот берем число кое-то X, да? Вот как мы берем некоторый шарик, да? Окрестный состав, обязательно будут рациональные числа. Замыкание множества рациональных чисел, это и есть множество действительных чисел. Другой пример. Вот пусть F это множество. Всюду плотно. Всюду плотно. Так. Всюду плотно. Вот пусть F множество фенитных последовательностей. Фенитных последовательностей в L2. Ну то есть последовательностей, которые имеют только конечное число ненулевых членов. Иными словами, все члены которых, начиная с одного номера, равны нулю. Что это множество фенитных последовательностей. Так. Вот замыкание F будет давать L2. Да? То есть вот F всюду плотно в L2. Проверьте самостоятельно, да? Ну, на самом деле, выберете произвольную последовательность из L2, ее сколько угодно точно можно приблизить к фенитной последовательности. Ладно. Давайте возьмем X из L2. Что это значит? Значит, что сумма по k от одного до бесконечности, x, k от F в квадрате, меньше бесконечности. Ну то есть равно какой-то константе, да? Ну тогда мы можем для всякого Y больше 0 подобрать такой X, принадлежащий F. Давайте не X, а Y. Для любого X, для любого Y существует Y. А именно какой Y? Y равный. X1, X2, X3, ну и так далее. Там где-то нули будут, да? С какого-то номера. Ну такой что? X минус Y меньше, чем Y. Да, вот всегда можем подобрать такое. Такое. Почему? Потому что рядом-то сходится, да? А что такое X минус Y? То есть получается сумма, там, по k, начиная с некоторого номера, там, N плюс 1 до бесконечности, X ката минус X ката в квадрате, да? Ну а если N достаточно большим, то вот будет хорошо, да, вот, построите. Так. Вот. Понимаете, отсюда плотного множества. Есть всюду плотное множество, а есть еще множество нигде не плотное. Говорят, что множество A нигде не плотно. О, тоже в X. То есть, если для всякого шарика O эпсилон от X существует шарик O эпсилон штрих от X штрих, лежащий в шарике радиуса эпсилона и при этом не пересекающий станожеством A. Вот пример. С кантрового множества. О, отрезки 0,1. Вот пример нигде не плотного множества. Типичный пример нигде не плотного множества, да? Ну, проверьте самостоятельно. Так. Вот мы, значит, поговорили о всюду плотных множествах. И сейчас дадим еще одно важное определение. Это понятие сепарабельного метрического пространства. Значит, пространство X называется сепарабельным. Если существует счетное всюду плотное множество. То есть, существует счетное множество, замыкание которого совпадает со всем X. Да, центр в другой точке X-штрих. А вот здесь, так, неправильно. Здесь X-штрих, X-штрих, да. Спасибо. Вот. Пространство называется сепарабельным. Если существует счетное всюду плотное множество. Ну, вот на семинарах вам там рекомендуется проверить, какие из пространств сепарабельные. Давайте я вам приведу примеры сепарабельных. Примеры. Значит, пространство L. Во-первых, сейчас. Вот R. R, N, P. L, P. 3, P. От 1 до бесконечности. Причем бесконечности не включаем. Далее. L, P. Ну, AB лучше написать. AB. Ну, пространство. И, опять же, суммированных по Лебегу функций. Тут я, может быть, в прошлый раз не вводил обозначение. Давайте сейчас введу L, P. Вот. А, B. А здесь возьмем лямбда. Лямбда – это мера Лебега. Мера Лебега напрямую. Прямой, да. Лучше уточним. Да, что это… Когда мера не пишется, это обычно имеется интеграл по мере Лебега. Опять же, при P-меньшем бесконечности. С, AB – это все пространства являются сепарабельными. А вот пространство L-бесконечность и L-большое бесконечность от AB уже не сепарабельные. Вот тоже вам подумайте, почему так. Почему так? О, тут, кажется, кого-то перевели на станционку. Не у вас, по-моему. В этом списке. Так. Ну вот. Не, у вас нет в этом списке вроде как. Там на третьем курсе вообще ни одной группы нет. Так что не переживайте. Так. Вот. Ну, ладно. Вот мы сейчас не будем тратить время. Это вот… Это вот, значит… Ну, я на семинаре разбирал эту задачу, да. Вот тут в калауре феминина прямо есть объяснение, почему это пространство не сепарабельное. Нам просто… Если сейчас тут зациклить, мы не успеем там дальше. Так. Значит, вот понятие сепарабельности. Так. Ну и еще ключевая память – это память о полноты. Давайте вот это сейчас так назовем. Полные метрические пространства. Полные метрические пространства. Так. Так. Ну вот тут надо по антиисходимости вспомнить. Определение. Мы будем говорить, что последовательность xn сходится к x. Ну, здесь отмечу, что xn и x – это все элементы x большого, при отстреляющейся к бесконечности. Ну, или это краткая запись. Полная запись вот такая вот. Значит, если… Опять через предел запишу. Предел при отстреляющейся бесконечности расстояние от xn до x – это предел равен нулю. Вот понятие полного метрические, понятие сходимости. Так. Понятие сходимости. Дальше. Следующее определение. Мы последовательность xn будем называть фундаментальной, если для всякого ε больше 0 существует номер натуральный, такой, что для любых чисел n и m больше, чем n, расстояние от xn до xm меньше, чем ε. Понятие фундаментальной последовательности. Ну, я в тот раз уже говорил, критерий Кашим от анализа есть. Числовая последовательность фундаментальная, тогда это только тогда, когда она сходится. Здесь, конечно, не так. Ну, вот первое, значит, утверждение. Если последовательность xn сходится к x, то xn фундаментальная. Ну, это легко доказать. Давайте рассмотрим расстояние от xn до xm. И примерим нерази треугольника. Это же меньше, чем xn, расстояние от xn до x, плюс расстояние от xm до x. Но у нас же nm висконечности стремятся. Значит, это стремится к нулю, это стремится к нулю. Ну, а значит, и левая часть к нулю стремится. Все, значит, если сходится, то фундаментальное. Так, ну, обратное, конечно, неверно. Ну, даже вот какое-нибудь пространство рациональное число, оно уже неполное. Да, пространство финидных последовательств неполное. Ну, полно их неполных пространств. Дадим определение. Значит, пространство x называется полным, если из того, что xn фундаментальное следует, следует, что существует x, такой x, принадлежащий, может быть, большой, да, такой, что xn сходится к x. То есть любая фундаментальная последовательность является сходящейся. Это вот понятие полноты пространства. Так. Полное, полное, полное пространство. Называется полное, дайте ничего. Полное. Полное. Так, что это дальше-то хотел? Значит, вот раз. вот понятие полного пространства. Ну и давайте мы сейчас спорвали критерии полноты, известных как теорема обложенных шаров. Теорема обложенных шаров. Это критерий полноты. Пространство x полное, тогда и только тогда. Для любой последовательности вложенных шаров. То есть шутко ложные шары. Есть шар радиуса ε1 с центра в точке х1, который покрывает шар радиуса ε2 с центра в точке х2, который в свою очередь содержится в шаре радиуса х3 с центра в точке х3 и так далее. При этом ε1 стремится к нулю, радиусы шаров стремятся к нулю. Тут имеется в виду такой что, да, что ε стремится к нулю. Пересечение всех этих шариков по n от 1 до бесконечности не пусто. Не пусто. Так, ну давайте проверим. Значит, давайте проверим. Докажу сначала необходимость этого условия. Рассмотрим последовательность центров шаров. Что про них можно сказать? Расстояние от xn до xn меньше либо равно, чем минимум из εn до εm. Ну почему? Там же, начиная с некоторого номера, если, например, n меньше, чем m, то точка xn точно лежит в шарике радиуса, в точке шарики радиуса εm. А, ну, по построению. Значит, стремится к нулю, если nm бесконечности устремить. Следовательно, последовательность xn фундаментальная, а раз фундаментальная, то она сходится. Если сходится, то фундаментальная. Ой, ну, в смысле фундаментальная, значит, в силу полноты она сходится. Значит, почему-то минимум, а потому что максимум. Да, максимум, конечно, да, максимум, естественно, спасибо. Да, то есть тот, который шире, да, в нем все содержится, да. Максимум, да. Вот, значит, существует x, который есть в пределах этой последовательности. Так. Так, но здесь, да, кстати, почему x? x приди, да, существует предел, но и x принадлежит пересечению всех этих шаров. Так, а вот почему x принадлежит пересечению? Так. Хорошо, пока. Хорошо. Всё, хорошо. Их доставили. Все. Всё. Всё. Оно не пусто, да, тресечение не пусто. А почему оно не пусто? Но здесь надо как рассуждать? Надо посмотреть на расстояние от х до хн. Значит, каким будет это расстояние, надо его оценить. Спасибо. Так, какие будут идеи? Ну, смотрите, давайте, тут проще всего как рассуждать. То есть, ро от хн-го хм-го меньше либо равняется, чем... Ну, давайте для определенности считать, что m меньше, чем m. Да, ро от хн-го хм-го меньше либо равняется, чем максимум, то есть епсилон n. Теперь в этом неравенстве мы можем что сделать? Мы можем m устрелить бесконечности. Но расстояние функция непрерывная. Кстати, проверьте, так что ро от хн-го хм-го функция непрерывная. Ну, тогда получается отсюда следует, что вот переходя к пределу, что расстояние от хн-го до х хм-го меньше, чем епсилон n. Следовательно, хм-го принадлежит b-эпсилон n центром в точке хн. Ну, и так может любого n показать, значит, n принадлежит пересечению. Ну, вот, да, правильно, правильно пишите, да. Вот, ясно? Так. Ну, хорошо. Так. Если, конечно, кое-что там за кадром оставить, почему здесь вот непрерывная метрика, но я тебе тоже предлагаю вам самостоятельно подумать, да, на счет. Так. Ну, а теперь в обратную сторону. Достаточно это условие. Так. Значит, пусть пересечение шаров не пусто. Ну, тогда вот что предлагается сделать. Давайте возьмем... Так. Надо взять некоторую последовательность хн, да, и доказать, что она сходится к х. Кстати, мы пока не знаем, сходится она или нет. Нет. Точнее, надо взять фундаментальную последовательность. Пусть хн фундаментальная, и надо доказать, что хн сходится к некоторому ху. Пока мы не знаем, да, это так или не так. Надеюсь, что надо сделать. Ари, в силу того, что есть последовательность сложных шаров, мы можем взять... Мы можем следующее сделать. Мы возьмем... Будем выбирать под последовательность хн катая. Следующим образом. Так. Пусть расстояние от х1 до хн первого меньше, чем 1 вторая. Можем же всегда так сделать. Потом возьмем... хн 2 так, чтобы расстояние было меньше, чем 1 четвертая. Ну и так далее. Расстояние от хн катого до хн к плюс первого возьмем меньше, чем единица на к степени n. Ну да, вот так вот. А дальше возьмем такие шарики. Возьмем шарик радиуса 1 в центре в точке х1. Шарик радиуса 2 с центром... Ой, шарик радиуса 1 вторая в центре в точке х2. Ну и так далее. Радиус... Шарик радиуса единица на х2. 2 в степени n минус 1. Центром в точке хн х минус 1. Да? И так далее. Вот. Ну давайте здесь я тебе детали, я вам оставлю самостоятельно проработку. Значит, нужно показать... Значит, нужно показать, что эти шары вложены... Значит, если по качеству шары вложены, радиус стремятся к нулю, то отсюда следует, что существует точка х, принадлежащая к пересечению b, xn2 в степени минус 1, xnk минус 1, пол n. Ну и вот эта точка х и будет являться пределом последовательности xnk, пределом подпоследовательности. Ну а если у фундаментальной последовательности подпоследовательность сходится, то это будет совпадать и с пределом самой последовательности. Вот. Ну а тут, да, некая деталь. Доказать, что шары вложены, я его, пожалуй, вам оставлю, значит, на самостоятельную проработку. Вот. Ну вот теорема о вложенных шарах. Такой критерий палаты. Так, хорошо. Давайте дальше. Ведем понятие пополнение метрического пространства. Пополнение метрического пространства. Итак, пусть есть метрическое пространство x rho. определение пространства x rho. назовем пополнение метрического пространства x rho. то, если выполнить следующее условие. Третье. Во-первых, x целиком содержится x звездочкой. Второе. для любых. Для любых x и y, предлежащим исходному пространству, расстояние от x до y совпадает с расстоянием пополнения. Третье. И третье. Это пополненное вот это пространство x звездочек, x звездочек, x звездочек, является полным. Пополнение метрического пространства. Следующее определение. Понятие изометрия. Понятие изометрия. Будем называть два пространства x, rho, x, y, rho, y изометричными. Если. Первое. Существует бирекция f. язык звездочек. Существует взаимно однозначное соответствие между этими множествами. И второе. Для любых x и y, принадлежащих x, расстояние от x до y совпадает с расстоянием между образами этих точек. Видите, то есть получается вот можно построить некоторое соответствие между элементами, а кое-что расстояние между ними меняться не будет. Это вот понятие изометричности. Теорема. Сейчас будет важная теорема о пополнении. Теорема о пополнении метрического пространства. Следующее. Следующее. Любое метрическое пространство можно пополнить. Любое метрическое пространство можно пополнить. И данное пополнение единственное с точностью до изометрии. с точностью до изометрии. То есть можно взять какое-то пространство и пополнить. Это всегда можно сделать. А если вы построите два пополнения метрического пространства, то эти пополнения будут изометричными. То есть можно установить между ними изометрию. Ну, я теорем доказывать не буду. Я только остановлюсь на... Остановлюсь на ключевой идее доказательства. Давайте вот так назовем. Это идея доказательства. Это не важно. Нужно понимать, а детали это оно, а не технических. При желании нетрудно проверить. Так. Значит, смотрите. Давайте мы рассмотрим множество фундаментальных последствий xn, где все xn это элементы x. И объявим последствия эквивалентными. Если предел расстояния от xn до yn равен нулю. Вот. Раз вывели отношение эквивалентности, то множество фундаментальных последствий разбивается на классы эквивалентных последовательностей. Значит, множество последствий разбивается на классы эквивалентных последовательностей. Давайте мы их вот так назовем. xn. Класс, порожденный последствий xn. Класс эквивалентности. И тогда расстояние от xn до yn можно определить как предел, приостеряющей бесконечности. Расстояние. А, знаете, уже техника. Нужно показать, что это действительно метрика, что там будет изомет, что все аксиомы метрики тут выполняются. Ну, а потом надо еще доказать единственность, взять два пополнения и показать, что между ними устанавливается изометрия. Вот. Это такая вот идея доказательства. То есть надо отождествить элементы пополненного пространства с последовательными, с теми фундаментальными. Но есть один из подходов. Вот сейчас один из подходов к определению рациональных действительных чисел. Их можно определять как пределы последовательности из рациональных элементов. Да, вот здесь эта идея обобщается. Ну, в частности, вот, если пополнить множество Q, давайте я вот так вот, замыкание, да? Ну, не очень хорошо, конечно, пополнение. Там звездочкой мы его обозначали, да? Ну, а давайте звездочкой обозначу вот. 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 Если построить пополнение Q, это будет множество действительных чисел. Так. Ну, точнее, оно будет изометрично, может быть, в любом варианте. Есть еще хорошее пространство С2 от АВ. Это пространство непрерывных функций на отрезке АВ. Но метрик там определяется по-другому. Хотя, сейчас, С2 — это вот непрерывные функции на АВ. А расстояние между ними определяется как в пространстве суммированной полибегу функций. корень квадратный. Здесь интеграл вот А до В, X от T минус Y от T в квадрате dt. Вот. Вот. Ну, и оказывается, что пополнение этого пространства есть пространство функций, интегрированных полибегу. Ну, это вот мы не будем доказывать, но это вот тоже важно понимать, что один из подходов к построению интегрированного полибегу функций — это как пополнение данного пространства. так. Ну, вот. Это мы о пополнениях поговорили. И, кстати, знаете, что я сейчас упустил? Давайте такое еще упражнение касательно открытых замкнутых множеств. Упражнение. Вот. Докажите, что открытые шары — это множество открытое, а замкнутые шары — это множество замкнутое. И еще, если у вас это замыкание множество, то вы получите снова замкнутое множество. То есть замыкание множество — это замкнутое множество. Но это то же самое, что если он шел так, что двойное замыкание совпадает с замыканием. Вот такое хорошее упражнение на понимание этой замкнутых множеств. Процедуру пополнения мы с вами обсудили. Ну и теперь давайте то, к чему я сегодня шел — это принцип сжимающих отображений. Итак, вот предположим, что есть метрическое пространство X-рол. Давайте дойдем определение, а полное, значит, полное метрическое пространство. Определение. Назовем отображение G из X в X сжимающим, если существует число альфа от нуля до одного, такое, что для любых X и Y, принадлежащих X, расстояние от G от X до G от Y меньше либо равняется, чем расстояние от X до Y. Ой, что написал? Глупость написал. Меньше либо равняется, чем альфа умножить на расстояние X до Y. Вот альфа как раз называет коэффициентом сжатия. Следующее определение. Назовем X неподвижной точкой отображения G, если G от X равняется X. Неподвижная точка. Если G от X равняется X, то называется это неподвижной точкой. Теорема. Теорема. Теорема, собственно. есть принцип сжимающих отображений. Принцип сжимающих отображений. Так. Значит, пусть X ρ – полное метрическое пространство, отображение G сжимающее с коэффициентом альфа. Тогда, первое, существует единственная неподвижная точка А. Существует единственная неподвижная точка А. И во-вторых, А есть предел последовательности Xn, который Xn плюс 1 определяется как G от Xn. Вот он, принцип сжимающих отображений. Давайте мы начнем со второго пункта доказательства. Значит, чтобы доказать, что предел существует, мы можем взять, например, мы можем доказать, что это последовательность фундаментальна. Давайте выясним, является последовательность фундаментальной. Что для этого надо сделать? Надо оценить расстояние от Xn до Xn. Так, давайте я вот, значит, сейчас некоторые такие вспомогательные мы оценки проведем. Ну вот, что можно сказать про расстояние от X3 до X2? Оно же получается меньше либо равно, чем альфа на расстояние от X2 до X1. Но в силу того, что X3 это G от X2, а X2 это G от X1. Далее, расстояние от X4 до X3 меньше либо равно, чем альфа на расстояние от X3 до X2. И получается меньше либо равно, чем альфа квадрат на расстояние от X2 до X1. И так далее. Расстояние от Xn плюс 1 до Xn меньше либо равно, чем альфа в степени n. Давайте посмотрим, здесь какая степень должна быть. Здесь альфа, тут третья, вторая, n минус 1. Там расстояние от X2 до X1. Теперь найдем расстояние от Xn до Xn. Ну и давайте лучше, знаете, я по-другому напишу. Я лучше не n напишу, а n плюс k. n плюс k. Ну, здесь k больше 0 натуральное число. Я воспользуюсь много раз неразиством треугольника в таком виде. Я запишу так. Это меньше, чем расстояние от Xn до Xn плюс 1. Плюс расстояние от Xn плюс 1 до Xn плюс 2. Плюс и так далее. Расстояние от Xn плюс k минус 1 до Xn плюс k. Воспользуюсь не равен с треугольником много раз. То есть меньше либо равно. Давайте сотру формулировку, мы запомнили. Чем? Так, первое. Это есть альфа в степени n минус 1 на расстояние от X2 до X1. Плюс. А тут, видите, получается следующее. Xn плюс 1 до Xn плюс 2. То есть тут будет альфа в степени n. Расстояние от X2 до X1. Плюс. И так далее. Последнее будет альфа в какой степени? Это так. n плюс k. n плюс 1. Так, сейчас. На двойку меньше, наверное, да? n плюс k минус 2. Да, вот так, наверное. Расстояние от X2 до X1. Равно. Смотрите. Расстояние от X2 до X1 можно вынести. А то, что здесь останется, это будет сумма геометрической прогрессии. А какая она будет? А ее даже целиком и не надо выписывать. Мы можем как-то сделать. Мы можем считать, что она бесконечно вот так вот оценить сверху. Давайте так. Ро от X2 до X1. А тут я вот это все вынесу. Альфа n минус 1. Плюс альфа в степени n. Плюс альфа в степени n. Плюс альфа в степени n. И так далее до бесконечности. Мы просто добавим туда что-то еще и будет. А это есть альфа в степени n минус 1, деленное на 1 минус альфа. Расстояние от X2 до X1. Мы видим, что это стремится к нулю, если надо бесконечности устремить. Следовательно, наша построенная последствия фундаментальная. Раз фундаментальная, то куда-то сходится. Значит, Xn сходится к какому-то X. В силу полноты пространства. Что пространство полное, значит, что фундаментальная последствия сходится. Так. Далее. Почему X неподвижная точка? Почему X неподвижная точка? Заметим, что функция G из X в X непрерывна. Ну, то есть расстояние от X... В каком смысле непрерывно? G от X... Так, сейчас. Расстояние от GXY до GY меньше либо равняется, чем альфа на расстояние от X до Y. И если X стремится к Y, то правая часть стремится к нулю, а значит, и левая часть стремится к нулю. То есть G от X стремится к G от Y. Значит, это функция непрерывная. Непрерывная. Раз она непрерывная, то что получаем? Предел при N стремящей бесконечности G от Xn равен G от X. Но ведь... Что такое предел G от Xn? Ну, это же предел при N стремящей бесконечности. G от X это Xn плюс первое. Ну, а есть не что-нибудь, как X. То есть просто 2X сделали. И, знаете, получили, что X это неподвижная точка отображения. Ну, и последний пункт. Почему эта точка единственная? Ну, это от противного легко доказать. От противного. Пусть существует еще точка Y. Такая, что G от Y равняется Y. Ну, тогда расстояние от G от X до G от Y должно быть равно... Давайте сюда. Расстояние от X до Y. Но ведь это же меньше или равняется, чем альфа на расстояние от X до Y. А альфа меньше единицы. Отсюда что следует? Если альф меньше единицы, то нерависть не может быть выполнена в том случае, когда расстояние от X до Y равно нулю. А это значит, что X совпадает с Y. То есть, вот неподвижная точка единственная. Вот, давайте пример. Значит, как-то можно применить. Давайте рассмотрим такое уравнение. X равняется G от X. Здесь множество единственных чисел. Функция G от X. Давайте она будет липшесовой. То есть, G от X минус G от Y пусть всегда будет меньше, чем альфа на модуль X минус Y. Ну, альфа число от нуля до одного. Ноги включаем. Ну, тогда что следует? Что существует единственное решение этого уравнения в силу того, что отображение G сжимающее. И как он найти? Очень просто. Очень просто. Берем какой-то X первый. Потом вычисляем X2 равное G от X1. Потом вычисляем X3 равное G от X2. И получится, что Xn сойдется к решению этого уравнения. Вот это так называемый метод простых итераций для решения нелинейных уравнений. Такой численный метод. Его можно на практике применять. Другой пример. Линейное уравнение X равняется AX плюс B. В таком вот виде, где X принадлежит Rn. Вот пусть матрица A такова, что... Давайте я пока для простоты... Максимум по K и G... Максимум по всем элементам, да? Ой, что я пишу? А это матрица A прожитая. Максимум по всем элементам меньше единицы. Ну да. Так, сейчас... Да. Далее. Давайте мы норму таким образом введем. Норму X определим, как сумму по K от одного до N. X катая. Ну вот тогда вот это вот отображение будет являться сжимающим. Так, сейчас не будет. Одну минутку. Так, сейчас я соображу. Так. 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 Ну да, он будет являться сжимающим, так, сейчас. Ну да, проверьте, что это ображение будет сжимающим. Ну, то есть... Это методом простых итераций. Берем какое-то решение x1, потом вычисляем x2 как g от x1, x3 как g от x2 и так далее. Тогда получится, что xn сходится к x, у которой есть решение уравнения. Ну вот так вот, функциональный анализ можно применять для решения обычных уравнений, там линейных и прочих. Так, есть ли вопросы? Что-то понятно. Ну хорошо, ну ладно, я думаю на сегодня будем заканчивать. Все, тогда, если нет вопросов, спасибо всем за внимание. Увидимся через неделю. Спасибо. 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 Спасибо.